Всем привет господа, сегодня первое сравнение новых колонок Victor 050FX, все время хочу их назвать FX50, на самом деле 50FX но сути не меняет, вот которые справа черные, большие против Diatone 77, червь ветеранов всяких разных сравнений и Pioneer ST70, колонок, которые классом ниже то есть Victor и Diatone это, или Victor колонки сопоставимой цены и класса несмотря на то, что написано 50FX, ну то есть Victor любил как бы занижать типа у них там, на самом деле семерка, они пишут пятерка ну и такое бывало у них но я так понимаю, что судя по цене, на момент выпуска 1984 году эти колонки Victor стоили за штуку, по-моему, 60 тысяч йен или 65 а Diatone примерно столько же стоил, но спустя там несколько лет то есть они по цене, по размеру, ну Diatone тяжелее, как бы чуть покрупнее, больше весят хотя я думаю, что Diatone, если так на него поглядеть это такая уловка, скорее всего то есть у Diatone, вот эти, которые закругленные бока это тупо накладно, ну сами колонки, они вот меньше а на них как бы прилепляется снизу-сверху еще деревяшки такие, да, закругленные которые придают веса и вроде как постучишь, и вроде корпус такой прочный, да, и все такое ну и веса и прочности, так сказать ну и таскать их тяжелее от этого, да размеры придают тоже а Victor у него, несмотря на то, что он довольно, ну я так понимаю, дорого стоил в 1984 году ну, в своей категории, то есть не хуже других у него корпус без вот этих накладок, он просто как бы однослойный стучишь по нему, но он так же бренчит, как, например, на Corvette 75S там, или на S90, может быть ну, это я не знаю, это не важно Victor, Zero, это колонки закрытый ящик, где-то он тоже закрытый ящик Pioneer, фазоинвертор Pioneer на этом фоне как бы младший класс, то есть вот наглядный пример вот эти два, которые справа, это посередине и справа, это пятерки пятый класс ой, извиняюсь, семерки, то есть ну, выше них только девятки, да а Pioneer это как раз-таки пятерки то есть эти две семерки, а эта пятерка то есть она меньше размера, ну и как бы вот дешевле стоила, соответственно стоила она в 82-м году, наверное, я не помню 45, наверное, тысяч где-то так 40, ну, может быть, тысячи йен то есть это 40, а эти штуки по 60 примерно плюс там еще, ну, они на пару лет позже там, хотя деньги-то наоборот обесцены ну, короче вот они насколько меньше, эти пионеры, да, чем соседние чем, допустим, Виктор настолько примерно они, наверное, были и дешевле вообще это, конечно, маркетинг это капиталисты, капиталистов не обманешь и поэтому у них, наверное, было специально так заведено, чтобы урезать чтобы урезать звук у младших колонок то есть не могут младшие колонки играть так же, как старшие наверное, возможно поэтому я думаю, что пионеры, ну он не только меньше размера, ну и как все другие пятерки они не только меньше размером, они еще и звучат попроще, наверное, чем семерки ну, возможно, бывают исключения например, вот я, почему Виктор 50FX клюнул на них ну, потому что, во-первых, они были за полу цены то есть, кто может не знает, не смотрел обзор тому кажется, что Виктор какой-то пожеванный ну, это так и есть, потому что он продавался за 35 тысяч вместо стандартной цены за них когда они в нормальном состоянии это 50, там, 50, 60 55 вот, а я за 35 купил в любом случае, Виктор это уровень вот, сегодня я забегая вперед скажу, что сравнивал Диатон да, Пионер и Виктор ну, что Диатон, что Виктор, они играют на одном уровне они по-разному, у них оттенки звука разные но, там, класс-то одинаковый и это слышно, в общем-то кто-то лучше, кто-то чуть хуже но, в целом, примерно вот так вот и таким образом я купил за 35 тысяч колонки, которые, ну, обычно у тебя не стоят ну, 50, 60, там, если вторые руки, если из Японии привезены то могут и дороже стоить напрямую от поставщика, от продавца напоминаю, что этим колонкам всем 35 лет уже это даже больше 84-й год, ну, скоро 40 лет уже будет Виктору Пионеру в этом году 40 лет вот, ну, такой новенький стоит, такой новенький, да, прям ну, несмотря на то, что пищалка у него я поставил от другой от Пионера, 700 какого-то там другой модели, ну, более старший потому что родная это самое но 82-й год выпуска, то есть Пионеру, 170, 40 лет сейчас в этом году исполняется этим ребятам, которые, вот, ну, поменьше то есть Диатон, это, может, 87-й или 89-й год Виктору 84-й ну, может быть, они там пару лет выпускались еще попозже, я не знаю ну, кстати, я про классы заговорил, что, возможно, пятерки звучат попроще, чем семерки потому что так задумано, чтобы была иерархия, чтобы хотелось купить подороже, побольше но это как-то немножко странновато, потому что японцы все-таки ну, да, с одной стороны, вот, хочешь большего звука, плати больше и получишь больше размер, больше вес но японцы-то, они ведь, ребята, они то, чтобы у них сильно квартиры-то небольшие поэтому, по идее, у них наоборот должно быть уважение к компактности то есть, не вот, больше значит лучше, а чтобы оно было маленькое, но при этом играло хорошо я что-то таких моделей в Японии не знаю чтобы они были по размерам как младший класс, но по звуку как высший такие вообще бывают вот в те годы я что-то даже не знаю ну, какие-то там полочники, там, типа онкило, там, ну, это двухполоски, они такое обычно, насколько я понимаю всегда говорят, что пятерки это пятерки, и звучат они, вот, допустим они стоят, там, 40, 35, 45, да они на эти деньги звучат а большие колонки, они звучат получше конечно, кто-то бы хотел здесь увидеть еще советские колонки я тоже думал, может быть, совместить, там, с каким-то корветом 75 сравнить, или, там, что еще можно туда сунуть 90Б я вам так скажу, я за кадром уже сравнивал вот этот Викторчик ну, он же новый, да, я его буквально, там, недавно только с транспортной компанией притащил я его сравнивал, допустим, с советскими, там, с 90Б и тут сюрпризов нету все эти колонки, вот, все они, которые в кадре они в любом случае звучат лучше, чем самые лучшие советские то есть чем они лучше, чем любые из 90, ну, именно в плане детальности прозрачности ну, раза в два то есть они стоят, вот, допустим, из 90 стоят, там, 10 тысяч округлимо а эти, ну, как в два, ну, тогда эти должны стоить 30, наверное ну, не важно, может быть, может и больше даже не знаю нет, погодите, раза в два это было у меня, по-моему, по сравнению с Эстонией короче, огромная разница в два, в три раза, наверное больше деталей, просто слышно больше деталей в песне и все детальность выше у них у всех как у меня было сравнение, вот, например, Пионеры, 170, младший против Прадо, 120 АС, который клон электроники Тори 3SL и обычные 75 АС электроники тоже так он их переиграл вообще легко то есть там разница была раза в два а, да, да, но если даже с той штукой в два раза, то, соответственно, с S90, даже с лучшими типа B в сервере ну, в три раза будет то есть в три раза эти колонки лучше звучат, чем S90 просто детальней но детальность это еще не значит, что удовольствие от звука детальность это, как я говорю, параметр спортивный технический то есть, ну да, у них более совершенно динамики, они лучше звучат детальней в Советском Союзе не смогли или не захотели сделать ну, возможно, просто усилители были советские недостаточно хороши, чтобы эту детальность показать именно хотя бы в качестве ну, то есть зачем делать колонки детальные, если у тебя усилители недетальные те, которые находились в массовом производстве советские с расчетом на то, что твой покупатель купит иностранный, а где его в СССР так по блату могли иностранный заиметь, наверное. Ну, такого среднего хотя бы класса. Чего я про детальность говорил? А, ну то, что, короче, сравнение советское, может быть, у Виктора будет, но в следующей серии здесь я решил вот так вот ограничиться, тем более, что времени сегодня мало. И первыми были в этом сравнении пионеры. Маленькие. С них я что-то начал. Пионеры, в который раз слушаешь их и как-то вот они, колонки с человеческим лицом, они такие не то, чтобы прям сильно какие-то там сногсшибательные, но они просто приятные, просто вот они такие сделанные для людей, у них нормальный звук такой мягкий, сладкий, приятный. И все время мне, я думаю, а зачем я их вообще продаю? То есть, они же приятные. Ну, да, они как бы в рамках своего класса, может быть, у них не хватает там чего-нибудь, но это это чего-нибудь, оно заметно только в сравнении вот с тем, что рядом стоит с диатоном. Само по себе вот так вот, да. Вообще звук не кажется каким-то ущербным, что он не детальный или что-то еще. Он просто приятный, ласковый, приятный, нормальный. Не то чтобы ласковый, но нормальный, приятный звук, какой он должен быть. Такой мягкий и позитивный. Хорошее настроение после этих колонок появляется. И мысли о том, вот послушать бы еще бы Пионер С-180, например. Потому что, если вы не знали, С-170, ну, это пятерка, а следующий по рангу это С-180. И С-180 в Японии в те годы, ну, тоже в середине 80-х, стоили, ну, может даже, вот, примерно в 82-м году, возможно, они производились. Они стоили, как вот Виктор, как Диатон они стоили. То есть, С-180 это один класс, это тоже семерки, это один класс с Виктором и с Диатоном. И цена на них, я не знаю, не помню точно сколько, но примерно такая же. То есть, размеры, цена, вес, все это. Но по какой-то причине в Японии С-180 ценится в два раза дороже, чем их одноклассники. То есть, на момент производства они с Диатоном стоили одинаково, а теперь С-180 продают за 100 тысяч рублей, ну, допустим, там, если с Японии привезти. А Диатон, допустим, за 50. Ну, может, чуть больше. Виктор тем более тоже. То есть, как-то, ну, видимо, народная любовь или что, или какая-то реклама. Ну, в России их тоже разрекламировали знатно, эти 180-е, поэтому все их, видимо, хотят. Поэтому в России тоже на них есть спрос, и цены достаточно дорогие. То есть, они, по сути, продаются в два раза дороже, чем вот Диатон, а новая не стоили так же, как Диатон. Именно вот этой модели. Ну, вот, слушая 170, ты думаешь, если он так приятно звучит, то старшая модель, как 180, наверное, еще лучше. А 922 еще лучше, которая крупная. Или там какие-нибудь 9... 900... Как они там, забыл? 955... 9500... 933... Говорят, что пионеровский звук, он именно такой, он на всем модельном, на весь модельный ряд распространяется, то есть фирменный. Вот он такой вот, возможно, немножко попсовенький, но он такой сладенький, с выраженным басиком нормальным, фазоинверторным, без каких-то колючестей, без какой-то на заточке под симфоническую музыку, как у Диатона. Просто приятный такой, обычный звук, мягкий, басовый, в меру. И открытый. Открыто, чисто прозрачно. Весело. Все хорошо. И пионер, ну и в целом, как-то вот, я даже не объяснить, но он, его просто слушаешь, и думаешь, вот прикольные колоночки. С ними мне по пути. Пусть, у них нет, возможно, того, чего там я ищу, особенно, что редко встречается в японских колонках, драйва, мясо, чтобы там рамштайн слушать. Пионер к этому, ну так, нейтрально. То есть, не сказать, что он под это не подходит, но не сказать, что он под это сильно подходит. Он больше, я не знаю, под эстрадную музыку хорошо заходит. Но сегодня вот эти треки, набор треков, да он все нормально отыграл, и рамштайн на нем нормально звучал, более-менее. Не так, конечно, что хочется, типа, стиснув зубы, там, схватить какой-нибудь, не знаю, меч и начать рубить там деревья в лесу, да, вот, не настолько он драйвовый или какой-то, чтобы шерсть дыбом встала, там, и так далее. Это не то, это не настолько такие прямо зверевшие колонки, в плане, хотелось бы именно такие, для металла, для рока, они должны быть такие. Нет, Пионер, он такой, он такой просто вот приятный, приятный и все. То есть, несмотря на то, что он классом ниже, чем вот эти рядом стоящие, он вполне себе неплохой. И этот парадигма звука мне в принципе нравится, хотя, я говорю, мяса нету такого прям безумного, но характер хотя бы есть. То есть, есть у колонок характер, и этот характер, как говорят, во всех моделях тех лет, он во всех в них один и тот же примерно. Кому-то он нравится, кому-то нет, там, по крайней мере, в таком бюджетном классе это вполне уместно. Не знаю, как насчет, когда колонки стоят 200 тысяч, и играет так же весело, празднично, может быть, там это ни к чему, ну, ну, я уверен, что 180-е то же самое, только получше, посолиднее, как и положено, ну, бас побольше, размеры побольше. Но 180-е дорого стоит, это не видать мне такие колонки. И, значит, после Пионера следующие были Виктор, сегодняшний главный герой. Что касается звучания Виктора, то оно своеобразное, оно как бы такое, ну, как бы темноватое, что ли, немножко темноватое, густоватое такое, но при этом поначалу может показаться каким-то скучным или что-то, но потом понимаешь, что в этом есть какой-то свой стиль, такой мужской стиль, по крайней мере, этот звук, он отличается от диатона, там, даже от Пионера, тем, что Пионер, ну, это как карамелька такая, как веселого детства, типа, такое звучание. Диатон, это как звучилка по музыке, вредная, строгая, по рукам бьет указкой, так тебе по пальцам бац, типа, ты чё там, ну-ка, куда, отворачиваешься там или отвлекаешься, да, то слушай классическую музыку и не выпендривайся, типа, диатон прям наказывает, если ты не любишь классическую музыку, симфоническую, а вот Виктор, он такой, типа, более пацанский или мужицкий, то есть, поначалу это, он не врубаешься, но потом, когда подольше слушаешь, ты понимаешь, что в этом звучании что-то есть, ну, хотя бы, какая-то густота, вот так, они такие густые, темные, то есть, у них средние, как бы, немножко назад, VG и низы вперед выдвинутые, причем бац довольно выдающийся по японским меркам, мощнее, чем у многих, наверное, японских колонок аналогичных, несмотря на то, что закрытый ящик, в данном случае, вот, ну, он мощнее, чем, наверное, в, там, Onkyo 77XG, там, вот, фазоинвертор, но там, по-моему, так бац не выделяется, то есть, здесь он прям густой, и это нетипично для Японии, то есть, ну, в этом, наверное, фирма Victor, их имидж 80-ый строился, то есть, такой звучок, но при этом, я не могу сказать, что это рокерские колонки, потому что, вот, у них вроде бы есть задатки какие-то, что у них достаточно, по низам, в принципе, они рокерские, то есть, у них достаточно густой, рычащий бас такой, но, ну, по верхам там что-то цыкает, хотя, вот, по сравнению с диатоном, как-то не настолько, детальности прям заметно меньше, вроде как, и деликатности звучания высоких частот, а по среднему, ну, для рокерских колонок не хватает по среднему какой-то, может, ярости, какой-то, может, что-то такого, они какие-то средние такие, ну, какие-то скромные, вот, как-то так, то есть, у пионера средние открытые и яркие, он прям, как хор, действительно, пионеров, пионерский хор какой-то там, вот, прекрасное далекое, где, и с фильмом приключения электроника, где атона средний не очень, но у него более ровно все так, а здесь как-то так, вроде как по средним провальчик по-рокерски, но в целом, я не могу сказать, что это звучание прям супер какое-то рокерское, в нем не особо много драйва, как бы, я бы себе представлял, но, знаете, есть ощущение в этих колонках, во-первых, оно ощущение того, что поначалу тебе кажется пустоватым, этот звук, хотя он, безусловно, соответствует, классу семерок, то есть, вот, на видео я там смотрел уже, как это звучит, и на видео он как-то совсем, ну, не очень хорошо, прям, и люди, я вот уверен, люди скажут, какие-то дрова, купил опять там, что, на самом деле-то все не так, он, вот, после пионера, ну, то есть, микрофон любит яркий звук, мой диктофон, микрофон, на нем яркий, он как бы, кажется лучше, поэтому, и на нем, тот же самый диатон, он звучит, на этом диктофоне, микрофоне, за счет своей избыточной, может, яркости по верхам, он звучит более полноценно, эти колонки звучат какими-то глуховатыми, и, а этот, Acoustic Energy, Aegis V3 тоже какими-то глуховатыми, хотя в реальности они не такие, поэтому, может быть, не совсем так передается, как оно есть, на самом деле, ну, отчасти, и на самом деле эти колонки не глухие, они более-менее, ну, как бы не назвать их ровными, там, может, по среднему немножко задвинуто, но в них есть какой-то свой прикол, какой-то свой, что-то, что-то свое немножко есть, стилек какой-то, но это скромно, а я про другое хотел, я хотел сказать про то, что это, как бы они вам не казались какими-то херовыми, там, на записи, это все равно, но в 100% вот ровный диатону, и это, ну, как бы круче, чем пионер, определенно, потому что, ну, при переключении с одного на другое слышно, что вот просто лучше, по высоким лучше, там, солидней, взрослее, не только из-за размера корпуса, но и в целом, как бы, звук солидней, то есть они, в принципе, соответствуют тому, что семерки, они звучат, ну, лучше, чем пятерки, но в плане, не в плане душевности, там, да, а именно в плане каких-то, опять же, спортивных характеристик, хотя на записи будет, скорее всего, казаться, что пионер даже лучше, чем эти играет, на самом деле, нет, они, ну, лучше, не лучше, может, они где-то на равных, но уж точно не, эти не хуже, чем пионер, ну, эти хуже, чем диатон, на самом деле, потому что диатон более, он более талантливый, это уж, безусловно, диатон это достаточно высококлассные колонки, как оказывается, потому что они, ну, достаточно легко переиграли эту, Onkyo 77XG, диатон 77, диатон переиграл вот эти штуки тоже достаточно легко, именно в академических жанрах каких-то вот, детальности там и всем таком, и здесь, да, здесь тоже диатон, он более богатый, более детальный, это и на записи слышно, и вживую, хотя вживую разница не настолько большая, при этом вживую у диатона есть недостатки, он сухой, он колючий, ну, об этом попозже, я про него там, наверное, расскажу, а вот эти штуки, они не утомляют, в отличие от диатона, то есть от диатона у меня, знаете ли, я когда слушаю, у меня начинают зубы скрипеть, ну, вот так, может я себя убеждаю, что все нормально, но на самом деле, и какое-то неприятие вот этого звука, такого, строгого и учительского, а пионерчики, это более пацанские колонки, они более расслаблены, вы не пионерчики, вот эти вот викторчики, да, потому что пионерчики, они тоже, тоже так, но они еще более оптимистичны, эти, они немножко темноватые, они такие, немножко суровые, но, вполне они звучат, чуть уступают диатону, да, в каких-то моментах, но они более универсальные, то, что вот они, то есть диатон больше заточен под симфоническую музыку, там джаз, такой прям, и остальное на нем не очень, то эти, они могут и порычать, и рок, и попсу, и все, у них такой свой стиль, ну такой, я не знаю, как, как, какой-то мужицкий, что ли, стиль такой, даже не пацанский, такой серьезный, как группа Любе, когда он раньше выходил в военном этом костюме, там, не гимнастерке, как, ну, короче, такое, с подпоясанным ремнем, короче, такой, да, и в сапогах, и такой, а, чё, чё, Америка, это вот такое, вот эти колонки мне чем-то, вот это напоминает, такую историю, то есть, в них есть какая-то брутальность, они абсолютно не такие услужливые, как Onky 87, который я сравнивал с официантом в ресторане, да, который равнодушен к тебе, но он услужливый такой, обходительный, и они вообще не такие занудные, и строгие, колючие, как диатон, диатон талантливый, но он строгий и колючий, и сухой по басам, здесь нет, здесь слушаешь, и ты как бы, в общем-то, не напрягаясь, может быть, тебе может где-то скучновато, может быть, в этих колонках не хватает талантов, чтобы, ну, то есть, именно вот захват, какого-то захватывающего звука, но, хотя бы они не раздражают, я сейчас вот это видео сравнение записываю вперед, прежде чем запишу обзор на них, то есть, обзор еще впереди, в моем времени здесь, он еще не записан, но я что-то так поспешил, и, возможно, те же самые слова я буду на обзоре повторять, поэтому не удивляйтесь, точнее, для вас обзор был вчера, например, а это уже сегодня, значит, я повторяю то, что я уже раньше говорил, но тем не менее, они какие-то такие более слухабельные, не утомляют, может быть, больше фоном, или что-то, но своеобразный звук, я не знаю, на меня, может, их размер, там, и дизайн, впечатление какое-то производит, но поначалу мне казалось, вот, когда я первый раз их включил, ощущение, что, типа, ну, всегда ждешь что-то нового, более, более лучшего, да, а оно то же самое, что и раньше, потому что это тот же класс, и это у меня уже семерки, вот, онкево 77, диатон 77, это тот же самый класс, ничего нового, они здесь не показывают, может быть, даже чем-то диатон выступает по филиграмности звучания, ну, определенно выступает, но и не настолько они там хуже, или как-то, то есть, и тогда, короче, первоначально у меня было впечатление, что они какие-то простенькие, да, я не понял их, а вот сейчас я начинаю в них ценить хотя бы то, что они, что-то, что сразу, ты не понимаешь, только прослышав какое-то время, какое-то в них спокойствие, есть такая уверенность в себе, как бы в этих колонках, и, ну, басик развит и тоже придает солидности, то есть, они не пищат, они не скрипка, это не, и они не какие-то слишком, может, яркие, они такие вот, такие какие-то мужские, и дизайн у них такой, тоже поначалу казался дебильным, сейчас как, вроде нормально, так, не броски, ну, такой вот, какие-то солдафонские колонки, короче, получается у нас, они мне, чем-то даже Corvette 75 AS напоминают только лучше, потому что Corvette, он скучноватый прям совсем, а эти, они, может быть, немножко скучные, но в них все-таки пробивается вот эта, какая-то брутальность, ну, за счет баса, наверное, были замечены такие моменты, которые надо подтверждать опытным путем, что эти колонки, возможно, они на малой громкости не раскрываются, то есть, как будто бы они вот, начинают лучше звучать, когда уже довольно громко, но я громко стесняюсь крутить вечером, в 10 часов вечера, поэтому надо будет днем попробовать, но есть ощущение прям вот, что они почему-то, на громкости лучше начинают играть, близко к средней, выше среднего, и у Corvette тоже такое свойство есть, не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что усилитель их не качает, то есть, Yamaha A9, усилитель у которого там на 8, что-то там 80 ватт на 8 Ом, там и 150 ватт на 4 Ом, или как-то так, видимо, его не хватает, либо это сами колонки такие, если говорить про Corvette, что они, может быть, правда, они как-то, типа, какой к ним усилитель, не подключай, хоть там супер-супер мощный, они все равно на малой громкости не раскачиваются, как бы, ну, потому что заточены под высокую громкость, ну, вот это Corvette, а здесь, здесь что-то похоже наблюдается, поэтому, может быть, если их вот, так нормально покрутить по громкости, то они по-другому получше звучат, но на малой громкости, ну, так, середнячки такие, со своими плюсами, ну, ничего такого, то есть, в них нету сногсшибательного, но они достойны быть и существовать, и тот факт, что я их купил, как бы, не за, там, 50-60 тысяч, а за 35, может быть, он мне придает какой-то такой радости дополнительной, уважения к этим колонкам, которые, причем, поначалу его не было, поначалу мне казалось, что и вид у них какой-то не очень, дизайн и звук так скромноватый, а вот сейчас как-то, как говорится, как это называется, ну, поговорка или какая-то есть, что скромность украшает, или что-то такое, в данном случае скромность это как добродетель, то есть, они какие-то уверенные в себе, но не броские такие, такой, какой-то уверенный звук у них, и вполне высококлассно, если говорить про сравнение с какими-то этими советскими вариантами, то я, у меня была возможность их вчера после, там, S90B включить, и слышно, явно слышно, что, ну, это, ну, совершенно другой уровень звука, именно в плане, в плане детальности, прозрачности, всего такого. Тут не обсуждается, потому что советские 35АС все, они все, ну, так сказать, low-fi, я уже так научился говорить, то есть, они низкий класс, они приятные могут быть, мелодичные и так далее, но именно вот в плане детальности советские динамики ГДС, ГДВ не способны так играть, а здесь ты слышишь детали, ну, в 2-3 раза больше, это как, так и надо, то есть, и на Пионере, так и на Диатоне, Диатоне может даже еще больше, 4 раза больше, наверное, вот, а здесь раза в 3, чем в советских, и это не секрет, я про то, что Диатон звучит в 3, или даже больше, в 3 раза круче, чем С-90, я говорил еще год назад, когда у меня было Диатон против С-90, против Корвета, просто я тогда на это, этому не придавал значения, сейчас я как-то вот, осознаю, с чем имею дело, вот Диатон были мои первые, такие, даже нет, первые японские колонки были, Onkyo, они тоже из такой, в стиле школьной, училки по музыке, Диатон 77 тоже из той же серии, ну так получилось, они прям очень похожи на Onkyo 77, и мне это не нравилось, да, там была детальность, свойственная этому классу акустики, высокая детальность, которая сейчас, вообще не знаю, кто может превзойти, только Yamaha 1000 мне пока что, превзошла эта детальность на Диатоне 77, но в остальном, сама вот подача звучания, и тогда и сейчас меня с этого Диатона немножко трясет, ну потому что это не мое вообще, он все, любую музыку играет, как канал культура, то есть такое, культурно, но как-то противно, а вот эти вещи, то есть в нем есть детальность Диатоне, но нету человечности в звучании, ну слишком он специфический, да, а вот эти штуки, они сочетают, ну и так же, как и Пионер на самом деле, даже Пионер, может быть, мне может даже чуть больше нравится, Пионер вдохновляет, от него какие-то появляются вот эти вот ассоциации, что там он пахнет конфетами, там пахнет цветами, такой, ну типа красивый звук, и жизнерадостный, оптимистичный, здесь это все поскромнее, ну в плане вот эмоций, но, тем не менее, эти колонки, Виктор, они и детальные, сочетают, почти такую же детальность, как у Диатона, и у Пионера, может чуть лучше, но не чуть лучше, точно, чем, чуть лучше, чем у Пионера, чуть хуже, чем у Диатона, ну то есть детальность высокого уровня, в три раза больше, чем у там, в любых 35 АС, и Эстонии, и электроники Тории, но при этом, у них звук не занудный, не какой-то раздражающий, а такой уверенный, с басиком, то есть похоже, короче, это примерно, как вот Корвет, как если бы Корвет сделали в Японии, в хорошем смысле этого слова, то есть, характер звука примерно на Корвет похож, 75 АС, но детальность в три раза выше, за счет титановой пищалки, за счет титанового там, среднечастотника, который покрыт керамикой, он, кстати, вроде как купольный, вот, это похоже на Корвет, и в плане баса даже, что редко для Японии, количество баса в данном случае, ну, если мало чем уступает, тем же С-90, наверное, если для вас это скажете, ну, а что такого, ну, для С-90 это норма, на самом деле, такое количество баса, как в С-90, или в Амфетоне, в каком-нибудь, это для Японии большая редкость, и вот здесь эта редкость встречается, вот в этих колонках баса, ну, может быть, меньше, чем, допустим, в Амфетоне 0.18, низкого баса, но совсем чуть-чуть меньше, а может быть, и почти так же, потому что вчера, вот, после С-90Б, это примерно одно и то же, наверное, по басу, то есть, это такие С-90 с высокой детальностью, скажем так, или Корвет с высокой детальностью, то есть, звук, в принципе, похож на советский чем-то, но, может быть, немножко уступает некоторым лучшим советским вариантам, в плане эмоций, он какой-то сдержанный, и поэтому я его сравниваю с Корветом, потому что у Корвета 75АС, у него звук, ну, такой сдержанный, скучноватый, и здесь он тоже сдержанный, скучноватый, но здесь он хотя бы талантливый, в плане деталей, прозрачности, музыкальности, ну, стереоэффектов и всего такого, чего в советских колонках им даже не снилось, поэтому, глядя на этот Виктор, мне что-то как-то, как-то даже нравится, он и внешне на него смотреть, как-то интересно, как коллекционная вещь, то есть я как коллекционер акустики, с удивлением для самого себя как-то залипаю на эти колонки, чего мне в них нравится, вот я сижу на них, смотрю, думаю, крутые, может, дизайн басовика, размер или что, ну, как-то вот, несмотря на то, что у них там, немножко они погрызаны по углам, в боевом таком виде, но, тем не менее, то есть, про Виктор можно сказать, что могло бы быть и хуже, а так он, ну, середнячок, с хорошим басом в своем классе, и с обычной для этого класса детальности и прозрачности, далеко не лидер, конечно, но и неплохим его тоже не назовешь, он такой средний, умеренный, дальше был Диатон, Диатон после Виктора баса поменьше, бас более сухой, и даже еще и подгуживает, хоть и закрытый ящик, не знаю, что почему, подвес я мазал недавно, месяц назад буквально, он достаточно мягкий, но, может быть, там стоит какой-то ППУшный поставить, например, у Виктора подвес родной, и он такой, как и Yamaha 1000, он такой, типа, ну, как тканевый, но очень тоненький, такой мягонький, то есть вообще, ему ничего не требуется, от времени там его промазывать ничем, он абсолютно мягкий, у Диатона ему надо мазать раз в полгода, ну, это даже не в этом дело, просто сам по себе, сами по себе эти колонки так настроены, что у них баса уделяется мало внимания, они японские, это такой кабуки саунд, если Пионер еще, можно сказать, что он креп, держится, крепится, он не кабуки саунд, он такой, нейтральное что-то, что я сказал, Пионер, я имел в виду Виктор 50FX, Пионер-то вообще не кабуки, он такой свой стилек у него, то Диатон, это такая японская классика, где вот, так же как и Ванки и Ливерпуль недавно были, где особое внимание высоким частотам, в верхней середине, а остальное, наоборот, ретушируется, там, бас, все это, это не дай бог, чтобы там что-то где-то бабахнуло, это типа не принято у нас так, это у нас тут, слушают симфоническую музыку, только никаких басов, я сменил быстро 50FX, я переключил, ну, то есть я его отключил, подключил Диатон, довольно, немало, точнее, немного времени прошло, и разница на самом деле не столь большая, как я думал поначалу, ну, по крайней мере, на треке, типа там, вот эстрадном, где там, группа Хоспитал, или там, короче, первоначально Диатон не кажется сильно лучше, чем Виктор, это очень похоже, звук такой же, просто у Виктора больше, как бы уклон на бас, такой не сильный, но больше, а у Диатона больше уклон на ВЧ, то есть у Диатона ВЧ больше на себя забирает внимание, средний, ну, примерно у них, наверное, одинаковый, и у Диатона звук заточен чисто вот под Дрэдстрейдс, или вот это вот там, где, не знаю, как называется, где пианино, да, вот такое вот, вот там он себя хорошо проявил, то есть там слышно, ну, честно говоря, больше даже нюансов, вот на скрипично-пианинистой музыке Диатон в своей тарелке, он это могет, и у него, в принципе, может быть, конечно, еще и любишь, как бы глазами, то, что он визуально красивый, потому что после Виктора, у которого какой-то дизайн непонятный такой, вот он какой-то слишком простой, невзрачный, Диатон со своими вот этими хромированными деталями, там, да, с закругленными боками выглядит красиво, и может быть, из-за того, что он красиво выглядит, кажется, что он красивее звучит, я говорю, возможно, просто само внушение у меня, но мне показалось, что на Дарт Стрейдсе, на такой серьезной музыке, ну, такой, пианино и вокал, Диатон, ну, вызывает уважение какими-то своими вот этими талантами, то есть, там были изящные, были там, тринь-тринь-тринь, вот это все там, что-то как-то играет, как бы посолиднее, наверное, чем Виктор 50FX, зато Диатон конкретно сливает на вот басовых, ну, на танцевальных треках, то есть, тут предпочтительнее Виктор, он попсу и клубняк играет лучше, да и, в принципе, и Рамштайн, наверное, тоже он лучше играет, чем Диатон, вот, а Пионер еще лучше, наверное, так, на Пионер просто маленький, ну, у него басик тоже, в принципе, нормальный, ну, как бы, считается, что если колонки крупнее, то они заведомо круче же, да, наверное, поэтому я так это рассмотрю, для меня нет вопроса, что лучше все равно Виктор круче, потому что он большой, и бас у него, наверное, побольше, я просто не обратил на это внимание, Диатон воспринимается, как, не знаю, у кого были, была в школе, вот, урок музыки, у нас в школе урок музыки был не только в начальных классах, но потом там до какого-то там седьмого, восьмого, и там такие вот обычно преподаватели, которые вот, ну, разные бывают, но такие вот по музыке загоняются, у них там всякие портреты, там висят, этих Чайковский, там Рахманинов какой-нибудь, и они такие вот, ну, то есть, такие вот играют, да, и вот, нравится ли тебе в школе вот эта вся симфоническая музыка, наверное, нет, для тебя это вообще какой-то другой мир, для меня так же Диатон это другой мир, то есть для оценителей именно писклявых звуков, каких-то ну, звучание близкого к уксусному, и именно классической музыке, и фортепиано, Диатон, да, он хорош, то есть вот эти все по верхам звуки, хорошо слышно все, разделено там и так далее, но в целом к нему отношение, как вот к, как в школе к уроку классической музыки, или как каналу, телеканалу Культура, вот который есть такой канал, который 20 лет показывает, и ты его просто, мимо него все время прощаешь, что-то там идет круглосуточно, но ты даже не смотришь, что там идет, какой-нибудь балет, Лебединое озеро, или там что-нибудь еще такое, и ты такой, ну да, уважаю, конечно, культура стране нужна, конечно, да, это все хорошо, но смотреть я это, конечно же не буду. В всей швале моих критиков, моих завистников, вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? У меня такое же отношение к Диатону, то есть он могет, но вот на том, на таких вот треках, типа как вот, ну таких классических, аудиофильских, он могет чуть больше, чем его оппоненты сегодняшние. Не то, что будет намного, но больше. Ну а в остальном он скучный, он, кстати говоря, я забыл сказать, что вот, например, Пионеру мне было не скучно слушать, Виктору мне было скучно слушать, а Диатон тоже скучно, еще, наверное, скучнее. Диатон еще более высушенный, то есть у Викторчика хотя бы басик там как-то развит больше. У Диатона, ну такое вот сухое звучание, и даже, например, Рамштайн там, когда включаешь Рамштайн, как-то трек я недавно, я про такое даже не знал, что у них такая песня есть. Ну она такая умеренно тяжелая, но все равно Рамштайн это что? Рамштайн это когда газ в палас, 200 повстречный, бензобак потек, и бабах, и взрыв, и дорога ватт, что-то вот такое ощущение. Безумие, скорость, и как в последний раз такое, да вот. Ну такие должны эмоции от Рамштайна быть, считаю, в музыке, чтобы ты тряс головой, тряс языком, там не знаю вообще, вот так вот открыв рот, разбрызгивая слюни, как собака от радости, ну или с безумными горящими глазами, что-то такое. Я ищу такие колонки, чтобы они вот такие были, или хотя бы что-то нападу, чтобы был драйв какой-то, энергия. Задор боевый, а диатон, он превращает Рамштайн, даже вот этот трек, он превращает его, то есть, как будто ты включаешь какой-нибудь там дюгаз, 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 вот это, да, ихняя песня, а вместо этого, они тебе играют, где он поет, любимый город может спать спокойно, вот такой вот, тот же самый голос, только поет другую песню. Здесь примерно так же, то есть, привычные треки Рамштайн, они на диатоне звучат, как будто, как Риндеман поет любимый город, то есть, оно как будто, как фильтр, который срезает весь, все мясо, весь там, жир, там, весь драйв, все срезается, сделается звук такой, как канал культура, сухой, и вот такое, ну, в какой-то степени он, Рамштайн отыграл более даже, очерчен, ну, где-то может быть более резко, более очерчено, чем Виктор, но очень сухо, и вообще без эмоций, без драйва, рокеры эти, они, ну, представляете, как выглядели, когда они были молодыми, то есть, там, безумные люди какие-то, разрисованные, там, да, в каких-то костюмах, там, из секс-шопа, там, то на диатоне Рамштайн звучит, как будто их одели вот в пиджачки и заставили просто петь песни пионеров, каким-то хором, ну, не подходит он под это, танцевальный, там, трек какой-то клубный, я просто не очень в этом разбираюсь, поэтому взял, какой есть, тоже на нем звучит неубедительно, на Виктории гораздо лучше, то есть, там, и на пионере тоже, то есть, там бас, долбит, все такое, на диатоне бас не долбит, он так шлепает, хлюпает немножко только, хотя в целом, конечно, он баса хватает, какие сегодня еще треки-то были, про которые я не вспомнил, ну, Дарт Стрейс, ну, Дарт Стрейс на всех на них нормально звучал, это музыка, которая, наверное, на чем угодно звучит хорошо, ну, и подводим итоги данного сравнения про пионер, могу сказать, что эти колонки мне прям нравятся, они, они и достаточно детальные, как мы помним из старых видео, ну, прошлых, недавних, они детальнее, чем Prado 120 AS, который клон Torii 3 SL 113, да, и электроники 75 AS, пионер детальнее, чем, короче, чем электроника 75 AS раза в два, детальнее, чем S90 раза в три, там, и так далее, да, то есть детальности здесь на совершенно другом уровне, если раньше когда-то, может быть, я не ценил это все, то теперь я начинаю на это обращать внимание, то есть, когда ты новичок, ты как бы большой, ну, меломан, и ты ищешь именно душевность, чтобы тебе, чтобы тебе нравилось, слушать, как оно звучит, а детальность тебе, как бы так, даром не надо, да, а сейчас я уже начинаю на это обращать внимание и ценить, что вот детальность здесь у вас столько-то раз лучше, не скажу, что я прям за этим гоняюсь, я не гоняюсь, я не аудиофил, но я хотя бы это понимаю, что вот детальность, а детальность стоит денег, чем дороже колонки, тем у них выше детальность, и в пионере она, ну, вот, и вообще в таких колонках такого класса, она несколько раз выше, чем в 35 AS, например, раза в три, и раза в два выше, чем в Эстонии и в Прадосе, или в Электронике Тори, но помимо детальности, пионер меня радует тем, что у него баланс и звучание очень приятный, из данных колонок он, наверное, самый приятный, то есть мне прям нравится, и мне не хочется его даже продавать, придется, наверное, вроде и деньги нужны, а вроде и продавать жалко, то есть он такой веселенький, веселенькие колоночки, сбалансированные, колонки, поднимающие настроение, колонки, которые как бы сделаны для людей и с человеческим лицом, приятные, просто приятные, может быть, немножечко приукрашенные, но красивый, красивый звук, хотелось бы еще в 180-е когда-нибудь послушать, может там то же самое, только круче еще будет, хотя, ну, надо все равно понимать, что пионер 170-е это все-таки пятерки, они как бы классом пониже, чем вот эти две бандуры, которые рядом стоят, Диатон и Виктор, поэтому Виктор и Диатон это классом выше, там еще больше детальности, больше четкости по высоким частотам, ну, на сколько там их выше, ну, может быть, на, ну, я думаю, это слышно даже на записи, по крайней мере, у Диатона точно, это процентов на 20-30, может быть, там круче звук, именно в плане детальности, в плане размера, корпуса, масштаба, тоже в плане баса побольше, хотя у пионера баса для своего класса много, он фазоинвертор, на этих, как бы, закрытый ящик, Виктор, колонки, которые, ну, я, конечно, от них ждал, что это будет какой-то шедевр, рокерский, там, безумный драйвовый звук, там, викторовский, все такое, нет, такого нету, они достаточно сдержанные оказались, даже, может быть, местами могут показаться скучноватые, но при этом они добротные, то есть они свою работу делают, и в них есть какая-то звучание, какая-то уверенность, солидность, степенность, уверенность в этом звуке, то есть он не пытается тебя там как-то поразить, вот если пионер, это звук, как щеночек машет хвостиком, такой милый щеночек, ну, прикольно же, то Виктор, это звук, похоже, может быть, на парадигм немножко, может быть, на корвит 75, то есть что-то такое салдафонское в них есть, они погрубее звучат, чем, может быть, чем диатон там, особенно на утонченной музыке, но в этом есть свой прикол, они как бы такие, что ли, маршевые колонки, какие-то солдатские, и за счет мощного баса в них, такой своеобразный мощный бас, хоть и закрытый ящик, они играют, в принципе, рок они играют неплохо, но мне бы хотелось бы большего, то есть они, вот как рокеры, это же люди, безумные, да, а тут в данном случае, как будто рок-концерт в исполнении солдат, солдаты с электрогитарами, ну они с такими серьезными лицами, там что-нибудь играют, там типа комбат, ботяня, вот группа любые, вот мне почему-то больше всего на группу любые ассоциации вот с этого, с этих колонок, векторов, их и по дизайну, и по звуку у них такой, какой-то вот, немножко угрюмо, но дисциплинированно, и не скучно, и не занудно, и достаточно универсально, и бас вот есть, и для танцев пойдет, и для рока сойдет, хотя без остервенения какого-то, и для утонченной музыки, ну тоже сойдет, хотя вот диатоны с этим справляются лучше, да и пионер, наверное, тоже, такие всякие пианинистые дела, то есть эти колонки больше для, для чего-то такого, где есть басы, где есть ритм, наверное, так, ну, как бы они своих денег, наверное, стоят, по крайней мере, я их за 35 тысяч купил, так, я думаю, что, меня даже радует, что я их за столько купил, они меня не разочаровали, хотя я все-таки ожидал, что это будет что-то невероятное, но такого не оказалось, и далее у нас диатон, диатон это яркое, это как Филипп Киркоров какой-то, в плане того, что он настолько яркий, что его либо ненавидят, либо любят, кому как, то как, короче, разные эти, либо, ну, диатон похож на училку по, я говорю, по музыке, которая строгая, которая вот, для любителей, вот если вы любите симфоническую музыку, любите там, какие-то такие песклявые жанры, то эти колонки, они очень богаты в плане звуков, по высоким частотам, по верхней середине, в плане детализации, но, к сожалению, у них слабовато с басом, бас у них, вот, на фоне Пионера или Виктора, сухой такой, задержан, его, ну, не всегда хватает, и он там есть, но его не всегда хватает, на записи это незаметно, на записи кажется, что баса там нормально, на самом деле, побольше, именно, даже не то, что баса, не ударов, а именно жирности, чтобы он звучал, не только, когда надо постучать, а именно, вот, постоянно, то есть, баса в голосе, например, чтобы голос был более басовитый, чтобы тембр был более бархатный, или что-то там, в диатоне такого нет, там все, такое, скрипочное, скрипочный звук такой у них, в основном, и, яркий, и вот эта яркость, эта острота, она на любителя, но нельзя не отрицать, как бы не согласиться с тем, что они довольно-таки талантливые колонки, Диатон 77 HR, я раньше как-то и не думал, что они настолько, вот, непокоренная вершина, что их не может ни Лонкио 77 XGA победить, ни вот эта вот штука тоже не может, то есть, определенно те, в плане ВЧ более, ну, они уже, наверное, ближе, там, к Ямахе тысячи, наверное, вот, ВЧ и вот этого всего, ну, и Маха более детальный, чем Диатон 77, однако, она стоит дороже, так что, Диатон строгий, и на любителя, но, в своем, в своих жанрах он хорош, но он не универсальный, он плохо играет, рок там какой-нибудь, на нем вообще будет звучать как-то смешной, поэтому на нем только определенная музыка заходит, на Викторию, а на Викторию заходит любая, кроме вот как раз таки, той, которая на Диатоне лучше всего, а на Пионере, в принципе, и то, и другое, более-менее все сочетается, но он все же классно, он пониже, и звук у него чуть попроще, зато он богат именно душою, у него богатый внутренний мир, и он, это самое, довольно сладко, мягко, приятно звучит, в плане душевности, он лучше, чем Виктор, лучше, чем Диатон, тем более, Диатонный сухарь, Диатонный колючка, кактус,